Добрый день, уважаемые подписчики, любители цветов и гости, заглянувшие на канал Розовое Хобби. С вами Татьяна. Сегодня поговорим с вами о розах. Наступил август, но мы к этому времени успели с вами подкормить розы удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий, а также микроэлементами. В конце июля я обработала свои цветы от вредителей, от трепсов и клещей. Погода пришла в норму, дожди стали идти чаще, и это может спровоцировать начало болезней, мучнистой росы, черной пятнистости, возможен также хлороз растений, то есть недостаток микроэлементов. Розочки готовятся или уже начали второе цветение. Дорогие друзья, смотрите, листва на моих розах в основном здоровые, так как в середине июля я делала обработку от болезней. Но сейчас, в начале августа, я, конечно, сделаю новую обработку от заболеваний. В моем саду я пока не видела признаков мучнистой росы, а вот черная пятнистость особенно на некоторых розах присутствует. Вот смотрите, эта розариум Мютерсон заболела еще в мае черной пятнистостью, и с тех пор я и занимаюсь ее лечением. Она подвержена этой болезни и легко ее прихватывает. Видите, сейчас на розе растет здоровая красивая листва, но кое-где еще появляются больные листочки, и эту розу я буду продолжать лечить основательно. О том, какие препараты я применяю, расскажу сегодня. Черная пятнистость роз очень тяжелое грибковое заболевание. Болезнь прогрессирует стремительно, и наша реакция должна быть тоже своевременной. Особенно опасна она для молодых роз. Листья покрываются пятнами и осыпаются. Болезнь начинается с нижней части куста и поднимается вверх. Куст оголяется и плохо развивается. Август месяц с резкими перепадами температур днем и ночью, и сильной росой по утрам, что в свою очередь создает условия для развития заболеваний. Здоровые розы хорошо зимуют, а пораженные кусты медленно развиваются, и это чревато вымерзаниями в период морозов. Поэтому даже если другие мои розы здоровы, листва не имеют признаков болезней, я буду делать профилактическую обработку. Многие розы сейчас готовятся к новому цветению, и если у них появились бутончики размером с горошинку, то самое время опять обработать от вредителей, в частности от трипса. Иначе он испортит наших красавиц, а мы еще хотим сами полюбоваться красотой самых замечательных цветов на земле. Черная пятнистость всегда начинается снизу куста. Я начинаю обработку своих роз с того, что убираю все больные листочки. Роза Golden Celebration, первогодка в моем саду. Я ее посадила весной этого года, но она мне так понравилась, красавица растет. Такая солнечная роза. И Вильхем Шекспир тоже хорош. Смотрите, это у него второе цветение в этом году, а какой побег выбросил огромный. После ливня воды полная чашка, а он держит все это. И как же не помочь нашим розам, не только молодым, но и старожилам в противостоянии природным катаклизмам и вредителям. Сейчас я вам расскажу о препаратах, которыми пользуюсь для обработки своих роз от болезней, в том числе при профилактике. Препарат ТОПАС – идеальный борец с болезнями растений. Кстати, из почвы этот фунгицид выводится в течение трех недель и не токсичен для полезных насекомых и птиц. Расход его также небольшой. 2 мл на 10 л воды – это для профилактики, и 4 мл на 10 л воды, если растение болеет. Не забудьте, что готовить все растворы нужно на открытом воздухе. Средство Ордан защищает наши розы от ржавчины. Это очень коварное заболевание, и лечить его очень сложно. Но Ордан помогает. Это порошок, и расход его небольшой. Вот такой пакетик 12,5 г надо развести на 2,5 л воды и сделать 2 обработки через 2 или 3 недели. Еще один фунгицид не только с защитным, но и лечебным действием. Это фундазол. Его можно совмещать с удобрениями и регуляторами роста, например, с цирконом, эпином и другими. А можно опрыскивать, а также поливать почву при первых признаках болезни. Но он вызывает привыкание растений, поэтому не более 2 обработок за сезон. Дорогие друзья, не знаю как вы, а я очень хорошо отношусь к препарату СКОР. Этот фунгицид системного действия проникает внутрь ткани на клеточном уровне и направляется к жизненно важным органам растения, защищая от грибковой инфекции. Он борется с мучнистой росой, пятнистостью, курчавостью и другими болезнями. Но, к сожалению, не от ржавчины. Он не помогает. Но вызывает привыкание. Также не более трех обработок в сезон. Конечно, безопасный для людей, животных, пчел и других насекомых опылителей это препарат фитоспорин. Он системного действия. Содержит живые бактерии, которые вызывают гибель вредных микроорганизмов, а также спор грибов. Действует он не мгновенно, но длительно. То есть я бы отнесла это средство к профилактическим. Вредители гибнут максимально через двое суток, а действует фитоспорин 20 дней. Мне нравится, что фитоспорином можно как опрыскивать растения, так и проливать почву. Дорогие друзья, если листья роз покрылись белесым налетом или их обезобразили темные звездообразные пятна, а сами они сыплются с кустов, как снежинки зимой, мы с вами должны понимать, что растение поражено грибами. Там, где положение и свойство почвы не подходит розам или они посажены слишком тесно. Всегда приходится учитывать угрозу возникновения грибных болезней. Провоцирующим фактором может стать и соответствующая погода. Если вы хотите, чтобы розы продолжали радовать глаз, нужно обязательно принимать меры для предотвращения заболеваний растений. Не ждите, когда розы заболеют. Сделайте им профилактику заранее. Впереди холодные ночи, перепады температур. Помогите своим розам преодолеть эти трудности. Не забудьте про подкормки с августа калийными удобрениями. Монокалий фосфат, гумат калия, калия, магнезия. С ней нам еще предстоит бороться с вредителями. Если не считать мышей, землероек, полевых мышей и нежелательных на розовых клумбах кротов, то наибольший вред, конечно, розам наносят насекомые. Но для того, кто внимательно наблюдает за розовыми кустами, собственный опытный лучший доктор, готовый прийти на помощь в любой момент. И этим мы с вами займемся в следующий раз. Дорогие друзья, некоторые вредные грибы в сырую погоду очень быстро размножаются, а их излюбленная мишень – наши розы. Если же роза близко посажена друг к другу, они недостаточно быстро просыхают после дождей. А долго непросыхающие листва и холодные ночи после дождей благоприятствуют поражению черной пятнистостью. А если мы еще намочим листья, поливая розой из шланга, то сами создадим прекрасные условия для размножения гриба. А вот мучнистая роса и паутинный клещ, наоборот, предпочитают теплый и сухой воздух. Поэтому розы, которые растут у южной стены дома, особенно часто поражаются этими вредителями. Поэтому, чтобы предупредить болезни, мы должны выбрать правильное местоположение розы. Известно, что крепкое и устойчивое растение реже болеет. Дорогие друзья, я поделилась с вами своими знаниями и опытом и пойду обрабатывать розы. Думаю, у вас тоже все получится. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Благодарю вас за лайк. Благодарю своих подписчиков за поддержку. Благодарю вас за просмотр.